Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Мы продолжаем изучать подробно Python ООП. На самом деле здесь самое важное домашнее задание. О чем пойдет речь? Ну вот если зайти сдалека, то, как я всегда повторяю, здесь то, чего нет у Луца. То есть, смотрите, человек зачастую научился писать классы. А как организовать правильно объектно-ориентированное программирование? На это уходит несколько лет, потому что все собирается покрупиться. Но мне бы хотелось, чтобы вы овладели вот этими костями сразу. Что мы рассмотрели в этом курсе? Где-то повторялись, где-то кто-то знал, кто-то не знал. Основное 7 кусков кода. 7 кусков. Мы рассмотрели использование и разобрали очень подробно классов в теле функций. Это важно. Это архиважно, особенно если надо описать большое количество дефалтных значений. Мы с вами четко разобрали, хотя это относится и к функциям, и к классам. Это использование конструкции name и main. То есть, зачем это делается? Для чего? Как? Мы с вами разобрали такую вещь, как глобальные переменные. Ну, то, что про них многие знают, но не используют. Это да. А вот то, что это важно использовать в классах и инициализировать класс. А это уже очень круто. И, кстати, очень часто это в Django в коде используется. Это уже профессиональное использование. Мы поработали с импортами. Поэтому, ну, много чего. Самое главное, что я вас прошу, что вот с этого начинается организация кода. То есть, да, вы пишете классы, но как организовать код? Где-то вы будете, чтобы его организовать, надо хотя бы освоить ключевые методы. Ключевые методы. Ключевые методы организации этого кода. Что-то вы будете писать после этого изучения в классах. Что-то в функциях. То есть, у вас пойдет нормальный рабочий процесс. Именно классы будут взаимодействовать с функцией. Методы классов тоже с функциями. То есть, вроде бы я говорю запутанно, но на самом деле путаницы нет никакой. Поэтому, первое, что надо изучить для организации кода. А какая она вообще бывает? Что люди делают, которые много уже лет программируют? Поэтому, давайте начнем с этого рассмотрения и далее будем применять. Если коротко, то основная цель, которую мы достигли, это использование ключевого слова global. Но, кроме того, что, возможно, вы знали, нам надо четко разобрать, а как global использовать для классов. Это архиважно. Глобальная видимость. Использование класса внутри функций. Использование конструкции. Ну, это, я думаю, многие знают. А кто не знает, тот поймет. И много еще других мелочей. Курс посмотрите. Один из уроков. Важно все это прописать. Я дал домашние задания в группе. Перейдете, прочитаете. Пропишите. Чтобы, как я наставил в курсе, это должно отложиться в голове. Это кости. Мясо нарастет. Код будет разный. Но надо, чтобы были в голове, чем думать именно, какими категориями. Ведь это главное, когда начинаешь залазить в ООП, в большинстве случаев люди спрашивают. И я когда-то так думал. Ну, хорошо, а как это правильно сделать? А как это сделать, чтобы это было гибко, чтобы это было безопасно, надежно, удобно? Вот поэтому мы изучаем курс «Глубокое понимание объектно-ориентированного программирования Python». И на самом деле все состоит из простых вещей. И я скажу, что это проще, чем вы думаете. Мы изучаем системно, поэтапно. А уже отталкиваясь от курса, вы сможете наращивать все более и более свой опыт. И стать действительно великими программистами. Спасибо. Да, я всегда говорю, как найти школу. Все просто. Набираете spb-tut.ru Набрали, перешли на сайт. С какого раздела стоит начать, у вас будет немножко по-другому выглядеть. Почему? Потому что, когда, если человек выходит, например, то не зашел в кабинет, то выглядит вот так. Значит, обязательно почитайте новое, читать. Начни здесь. И что сделать? Если есть скидка, то можно купить логин и нужно пароль. И заниматься в своем темпе, никуда не торопясь, спрашивая в группе, что непонятно. Успехов! Спасибо за доверие! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!